МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуском. Комфортное жилье и сприяльное сяродье. Реализацию ответной державной программы сегодня разглядели депутаты облсовета. 20 годов на Ахове державной мяжи. Гомельская пахраничная группа сёння означает юбилей. Узоры, яким тысячи годов. У библиотеки имя Герцена навучат читать символы неглюбских рушников. А зараза обгэты меньшим, больш подрабязна. На Гомельщине необходимо скоротить сколько котельников, что працуют неэффективно, и узмацнить работы по замене лифтов, эксплуатация яких ожицевляется больше, как 30 годов. Об этом ишла размова сёння подчас 25-й сессии Гомельского областного совета депутатов. На парадку дня реализация державной программы «Комфортное жилье и сприяльное сяродье». Дмитрий Котов протягнем. Программа «Комфортное жилье и сприяльное сяродье» начала денежать в 2016-м и различина до 2020-го года. Ее главная задача – удосконаление системы работы жильево-коммунальной господарки. На территории региона реализация державной программы проходит достаточно успехово. У приватности доля мясовых видов палеоэнергетичных ресурсов больше за 40%, при задании – у 39%. Выконаны показчик по замене тепловых сеток. Меж темнию всё так однозначно. Сярод головных проблем – скорочение колькости неэффективно опрацующих котельнях. «На сегодняшний день в Гомельской области порядка двух с половиной сотен котельных, которые себестоимость одной гекалории превышают среднереспубликанскую. Вот на это в Гомельской области необходимо обратить внимание, чтобы эти котельные или модернизировать, или разработать схему теплоснабжения и оптимизировать какие-то котельные, где-то укрупнить. Одним вопросом надо более плотно заниматься в Гомельской области». Зараз у региона наличивается больше за 1300 подъемных машин, эксплуатация яких ведется больше, как 30 годов. За бюджетные сродки что год проводится замена альбо модернизация каля 50 лифтов. Бешие 200 сёлита плановалось заменить за кошт инших крыльниц финансования. Однако сродки покой не знойдены. «Устаревание лифтового хозяйства происходит более быстрыми темпами, нежели мы успеваем их заменять. Но будем надеяться, что ситуация экономическая в стране всё-таки будет улучшаться, и возможности направления средств на замену лифтов будет больше, и, соответственно, ежегодно мы будем производить большее количество замен. Поколь же застаётся подтримливать у рабочих и беспечных станет и снуютшие лифты. Сирот становших моментов выконания державной программы, комфортное жильё и сприяльность о роде, снижение колькости стратных предприемств и запозиченности по оплате насельницам коммунальных послуг. Выконаны так само покажек по ремонте жильёвого фонду. После проведения работы сё лето уведены у эксплуатацию колья 145 тысяч квадратных метров жилья. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Помочник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Витольдович Шулейко завтра проведет приём грамадян в Рогачёве. Её надбудется с 10 до 13 годин у районным выканавчим комитете. Записаться на приём можно по номеру телефона в Рогачёве 4-12-10. Гомельская пограничная группа означает сегодня своё 20-годие. Створенное в 1997 году, сейчас это подразделение надеяно оховывает 305-километровый участок белорусско-украинской мяжи. На свято побывал Олег Синцеров. Сегодня уже тяжко уявить, а лет 20 годов тому Гомельская пограничная группа причиналась из одной розервовой заставы и группы катаров. Первые военнослужащие часто жили в узвычайных армейских палатках, а в сучастном комфорте на доброупорядковых заставах тогда только марали. А лет завсюду неизменным засовалась головная гонор за свою службу. Когда она находится на первом рубеже своей Родины, когда в любой момент возникнет опасность или угроза безопасности нашей Родины, и мы первые, кто должны встать на защиту ее. Хоть можно сказать, что она как бы спокойная, не назвал бы ее, но то, что она влечет к себе эта служба, то, что понимаешь, что выполняешь поставленную задачу, что это надо кому-то. Завтра усеяны приступят до выконания своих службовых обовязков, а ли сегодня у их свято парадная форма, добрый настрой и веселая музыка. Яны с интересом знакомятся с выставой сброи, с коллекцией областного музея военной славы и цекаются характеристиками автоматов, за якими воевали пограничники часов Великой Ачиной. Та речи, на урочистый сход шматых кто с пограничников пришел здесь межонками. Без их подтримки служба была б куды бошь тяжкой. Кали быть зусим докладным, Гомельский пограничный отрат был устворенный в ответ на си указом президента от 31 липеня 1997 года 3 вересня подразделению вручили боевых сях, а у 21-31 Снежная пограничный отрат проступил до ухового державного межа из Украины. Сегодня у зоны отказности 35 километров и к этому участку у державном пограничном комитете надается значная увага. Есть периоды, моменты, условия определенные, когда нам необходимо затачивать усилия на конкретном участке, это да, но важен любой участок государственной границы, потому что органы пограничной службы отвечают за обеспечение пограничной безопасности как признание заслуг Гомской пограничной группы ознагороджение широкого военнослужащих медалями за беззаконную службу, а так само нагрудными знаками погранкомитета, выдатник органу пограничной службы и за отзнаку. И еще одна ознагорода зарегистрирована в Геральдивском совете, распорсована непосредственно юбилярами нагрудный знак Гомская пограничная группа. Войсковая часть 12-42 притягивает выполнение своей головной задачи захования пограничной безпеки краины. Появляются вновь вызовы, угрозы и меняются тактики действия нарушителей границы или защищающих противоправо деятельностью. И чтобы граница была надежной, необходимо постоянно менять свою тактику действий и адекватно отвечать на вызовы и угрозы. Поэтому граница всегда была и будет совершенствоваться. И это наши главные стимулы в работе не стоять на месте, а делать все лучше, лучше и лучше. Олег Синчеров, Валерий Капанько, Телера до компании Гомель. Мобильная группа Гомельского Гарвы Канкама протягивая мониторинг предприемства города. Сегодня она наведала мясокомбинат. Подставой для проверки именно этого предприемства стал несчастный выпадок, который отбылся тут несколько дней тому. Под обязанности в наступном сюжете. Гомельский мясокомбинат предприемства ведомый далеко за межами нашей области. Сегодня его продукция поставляется не только по всей Беларуси, а и в Россию. Некольки годов тому были наводспробы наладить вытворшись мяса по специальных технологиях для Израиля. Але гэты планы не реализовались. Бадайгалуны адрознення ад інших субъектов господарения закрытысть вытворшасті. Трапись у цех для чоловека з вулицы немагчыма навод теоретично. Санитарные потребования вельми жорсткие. Для членов городской мобильной группы выключэння так само нема. Никто просто так не попадет что дома заболеваний никаких нет кишечных инфекционных. У сувязи с дейючыми обмежаваннями основная увага городской мобильной группы подсобным вытворшастям. На ремонтно-механичном участку подчас мониторингу працюе некальки станков. Коли за уваг до техничного стану практически нема, то по технице безпеки их целый спис. Причим некоторые выказывалися ясше год тому, але до этого часу ничога не зроблено. их выканание. Урешти размова об здоровье людей. Молотки, кувалды с ручками металлическими, напильники без ручек. Все это лежит, все пользуются, никто это не осматривает. Дальше у вас листогибельчий станок, значит, там, я думаю, превышение по шуму, потому что, когда вам запускаются такие хлопки серьезные, но работники работают, у них нету никаких ни берюшей, ни наушников, то есть со временем может наступить про заболевание. Выканание правил техники безпеки для гомельского мясокомбината тем больше актуально, что у жнив не тут отбылся нешасный выпадок. Работник отримал тяжкую травму. Усе практично, как у ведомой комедии. Ишел, упал, отшелся гипс. Але только у житти это совсем не смешно. Больше серьезно рекомендован отнестися и до выканания правилов супрось пожарной безпеки. Шмат хто с работников навык не ведая, как користаться вогнетушителем. Больше и больше 40 грамадских инспекторов. У ближайший час з ними проведусь в учебу и выкарастуюсь гэты потенциал для наведения парадку. К сожалению, есть случаи, которые ранее были озвучены и руководителями среднего звена они не исполнены. Поэтому будут выданы соответствующие рекомендации и все-таки вопросы эти будут закрыты. Олесин Сюрова, Ольга Коновалова, Валера Гапанько, телерадокампания «Гомель». До инших тем. На Гомельщине протягивается акция «Зберем портфель першокласснику». И она закликана допомогчись семьям, які у гэтым мают потребу подрыхтовать детей до школы. Сеўне урочистое мероприемство отбылось у Гомельским Дзержавным Театры Лялек. Организаторами свята выступили областная организация Республиканского Громадского Объяднання «Белая Русь» и Горадское Громадское Объяднання «Союз Шмадзетных Семьў». Супрацонніство пам'яжўіме ведецца ўжо на протягу девяти гадоў. За гэтый час необходныя для вучэбнага процэсу подарунки отрымалі больші ак 350 дзятей. На сё летніе добрачынная свята организаторы запрасіли 15 будучых першоклассникам со шмадзетных семьў. Для дзятей их батько подрыхтовалі насыщенную программу с тякавыми гульнями конкурсамі і концэртными выступлэннями. Самой урачыстай частка мерапрыўемства стала цэрэмонія уручэння будучым першоклассникам портфеліў со школьными прыналежнастями. Свае першэя новенькі і прыгожі аранцы дзяті атрымалі са шчырымі пажаданнямі моцнага здоров'я, глубокіх спазнанняў і надзейныхся броў на шляху доведав, а яшчэ міру добра і разуміння у їх великих і дружных семьях. Многодетніі сем'и это всегда подвиг в любые времена. Как бы государство не заботилось о многодетніх сем'ях, ні одна соціальна служба, ні один орган не сможет заменить материнскую заботу, любовь і ласку і разделить її между всеми детьми. Эти діти уже получили с самого свого рождения бесценный подарок. У них есть братья і сёстры в таком количестве, которое обеспечит им крепкую надёжную опору всю их жизнь. И я хочу, чтобы эти дітки ценили, какие замечательные у них родители и как им в жизни повезло. Новый навучальны годы жона Парозія. Установы адукации регіона готовы до его початку. Многие сустренуть першая вересня полностью обновленными. Сё лето на подрыхтовку установу адукации в области потратили больше як 10 мільйонов рублёв. У школах и дитячих садах адрамонтовали амальтысячу технологичного и холодильного обсталявання. Масштаб, зробленного у Рогачёві оценили наши корреспонденты. У школе неважных пытань уняма, и гарача рациональное харчеванье одна з умов подтримання здоровья дятей и их здойности до эффективного навучання. У Рогачёві модернизацию харчблоков на протягу некольких опушних годов провели у пяти установах. Сё лето чарха дайшла и до шостой школы. Хармонтные работы распочалися учервень и протягувалися амаль усё лето. Полностью заменено технологичное обсталявання, реконструявана отяпляльная система, змянився интерьер. На всё спотребился каля 32 тысяч рублёв, як бюджетных, так и уласных сродков установы. Мы очень довольны тем результатом, то есть наш пищеблок приобрёл новый вид, достаточно эстетичный, и мы очень рады, что с 1 сентября мы сможем обеспечить наших детей качественным питанием, сбалансированным качественным питанием. Проподрыхтутся до нового научального года уличили спортивное выхование подрастающих поколений. Одна из головных пляцовок у Рогачёвы центральный стадион, на яким летость до дня белорусского письменства провели полную реконструкцию. Зараз это сучасный спортивный объект, где можно проводить занятки по самых разных видах. До приклада, лёгкая атлетка, дети занимались и ранее. Однако первого торопить будет больше комфортно. Летом были уладкованы специальные беговые дорожки. А кроме того, первого вирусного Рогачёве открыются новые спортивные классы. Мы в этом году плюс к двум футбольным специализированным классам открываем специализированный класс по лёгкой атлетике количества 22 человек и специализированный класс по тяжёлой атлетике. Будем надеяться, что эти спецклассы и эти ребята покажут в скором будущем очень серьёзные результаты. Усяго Гомельской области в этом научальном году будут спрацовать 530 установ агульной средней адвокации и амаль 500 детячих дошкольных установ. За парты сядут около 153 тысяч школьников, из которых 16 тысяч первоклассники. Дмитрий Котов, Ганна Ковалева, Валерия Гапанько, телерадо компания Гомель. Как ты пишешь литры, так я узоры. Выстава под такой загадковой назвы открылась у Центральной городской библиотекции Мягирцина. На ёй разместилися экспонаты с фондов Веткаусского музея старообразництва и белорусских традиций имя Шклярова. Гэта тканые рушники, фотосдымки и ритуальные речи, связанные с абрадовыми святами, такими, як каляды, гукань невясны, пахаванье стралы, жнево. Рушники выключена неглюбской традиции ткацтва. Наведвальники могут их не только разглядеть, але и доведаться про сакральные символы. Неглюбская традиция заховала больше, як сотню старожитных узоров, некоторым з яких больше, як 4000 годов. Композиции орнаменту высобляются правды архаичный синтаксис, крыжи и ромбы, напрыклад, формулы неба и земли, огню и воды, айца и мати. Их злучэнне знаменитые неглюбские рушники и сёння створаются с уликом усих сакральных символов, як кажуть по старых канонах. У Центральной городской библиотецы Мягерцена наведвальники могут больше доведаться про их со специальных информационных крыниц, а у самих неполторных узорах неглюбских рушников прочитать пригожость и гармонию нашей родной природы и отшуть таллинт и великий вопыт белорусских майстрых. ГТ, а так сама иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by Далей у эфиры спортивный огляд с новинами спорту вас познайомить мой коллега Михаил Садовский